И в завершении выпуска наши коллеги с телеканала «Россия-1» на Рейнмар запустили цикл сюжетов о мастерах спорта в Ненецком округе. Героиней первого такого материала стала Любовь Иванова. Вот уже 8 лет она занимается пулевой стрельбой. Все это время девушка не только показывает хорошие результаты на различных соревнованиях, но уже и сама тренирует начинающих спортсменов в детско-юношеском центре «Лидер». Все подробности в материале Ивана Кутенникова. Ей всего 20. Она уже не просто спортсменка, а еще и тренер по пулевой стрельбе. За плечами множество побед, причем не только на региональном уровне. Но несмотря на такие успехи, голову девушки это не вскружило. Да и результаты хорошие появились далеко не сразу. Дюс-лидер «Любовь» пришла в 12-летнем возрасте. Конкуренция среди девочек была серьезная. Было ощущение, что надо этого догнать, этого перегнать, там заработать, там получить. Ну нет, были провалы, это естественно. У всех были провалы, были слезы на рубеже. Все было. Так что, как-то пережила. У меня был такой же результат, как и у обычных новичков. А дальше это было только зависело от желаний и от стремления. Постепенно спортивный азарт и желание развиваться стали приносить свои плоды. Первые победы, первые выезды за пределы округа. Совсем скоро на региональном уровне «Любовь» выиграла все, что только возможно. А сейчас продолжает успешно защищать звание чемпионки Заполярия. Помогает в первую очередь выдержка. С опытом она научилась подходить к огневому рубежу, что называется, с холодной головой. Ты уже не первый раз выходишь, ты не первый раз стреляешь. И было ощущение, ты должен знать просто, готов ты или нет. И работать не на результаты, а просто на качество стрельбы. Не обращать внимания, кто стоит рядом. Не обращать внимания на шум, адаптироваться и сосредоточиться на соревнованиях. Некоторые смотрят, допустим, в протокол и видят, сколько там было маркеров, сколько там было КМСов, а я такой-то, такой-то. Я не смогу. Зачем тогда смотреть? Совсем недавно «Любовь» вернулась из российских соревнований, которые состоялись в Иркуте. И вновь не с пустыми руками. В одном зачете она стала победительницей, в другом завоевала второе место. И это несмотря на не самую качественную организацию турнира. У соперников там было, правда, немного. Условия были ужасные. Там был зал, холодное помещение, все замерзали, тренера ходили в куртках. Пальше просто каменели. И ты стоишь и стреляешь, ногу сводит. Это просто нереально. И ты стараешься просто не упасть ниже обычного результата. Но в начале этого года девушке вручили удостоверение и значок мастера спорта. Хотя необходимый норматив она выполнила еще в 2015-м на соревнованиях в Татарстане. У меня даже больше эмоций было не тогда, когда я получила, а когда я его выполнила. Внутри ощущение было, что я как будто переступила на новый уровень и как будто вступила в клуб новый. Я как бы никому это не говорю. Что типа вот такой-то я такой-то. Нет. Это в душе я просто порадовалась, что надо быть поувереннее. Все, уже надо работать дальше. И естественно ответственность мастерам спорта намного увеличивается. Со своим тренером девушка работает с того момента, как впервые переступила порог тира. По словам Галины Савинковой, талант спортсменки был виден сразу. Она выделялась на фоне остальных. Заниматься с такими подопечными, с одной стороны, непросто, с другой, крайне увлекательно. Талантливые дети, они требуют очень много больше времени. То есть очень много приходится обращать внимание на нюансы, на тонкости. И вот на все, и на технические, и на психологические. Психология очень большую роль, особенно в виде спорта. Полевая стрельба играет. И поэтому вот на это приходится очень сильно обращать внимание. Тем более девчонки, они очень сложные, они все разные. Они по-разному по темпераменту, по эмоциям. Поэтому каждый приходится искать свой подход. Сейчас Галина Савинкова помогает своей воспитаннице подготовиться к декабрьским соревнованиям в Ижевске. Кубку России по стрельбе из пневматического оружия. Самое главное – организовать тренировочный процесс так, чтобы спортсменка вышла на пик формы непосредственно перед началом турнира. Разогнать перед стартом. То есть вот если есть ответственный старт, мы выстраиваем, естественно, тренировки таким образом, чтобы у нас она к старту, к нужному, к важному, подошла до пики своей формы. Ну и, естественно, здесь это и в том числе и психологическая тренировка, и какие-то стрельба в соревновательном режиме, еще что-то там, спарринги постоянные. Многократная чемпионка Нейнского округа, победитель и призер выездных турниров. В конце концов, мастер спорта по полевой стрельбе. Казалось бы, куда стремиться дальше? На этот вопрос Любовь отвечает не раздумывая. Пробиться финал на соревнованиях в Ижевске. Видимо, это и есть секрет ее успехов. Постепенное движение вперед. От тренировки к тренировке, от турнира к турниру. Иван Кутенников, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова